У нас своя именинница есть Татьяна Железова. Поздравляем студентов, тоже поздравляем Ижевск, Слизерань, вот и виноградов Сергея. Опять сюрприз Алцену, не дает нормально провести вебинар. Поздравляем, правда. Студентов тоже поздравляем. Ижевск, Слизерань, вот и виноградов Сергея. Опять сюрприз. Сосарма, это брат. Нормально провести вебинар. Петербург. Так, ну даже 64 сека дотерпел и до конца. Казахстан. Санкт-Петербург, Самара, Москва. Калуга, Великий Новгород. Снега нет, ужас. Градск. Ну даже 64 сека дотерпел и до конца. Так, Косноярск. Вот Владимир, Тазарстан, Ижевск. Калуга. Великий Новгород. Получилось имена и две книги Железова. Ужас. Градск. Я уже слышал одно. Две книги Железова. Первый сразу утащил сосед. Так, видео. Ага, вот это. Вот так, да? Ну ладно, а пока все равно еще мы почти ничего не говорили. Ага, так, ладно. Так, сейчас должно быть лучше слышно. Получилось имена и две книги Валерия Железова. Первый сразу же утащил сосед. Он отвергал автора. Это меня, значит. Базировался на научном подходе. В округе всем привал сады. Но когда увидел книги, к моему удивлению попросил посмотреть. Сейчас читает. При встрече был задумчив. Сказал, что читает и просил не торопить его. Да, это настоящая ломка для таких специалистов. Я читаю вторую. Любой маяк автор еще больше увеличился. Книга потрясающая. Так легко читается. Знаете, не все могут так читать. Многим, кто не подготовлен к этому, могут и ничего не понять. Вот. Так, некоторые говорят, давайте сначала, давайте это самое, что такое песик тычинка. Нет уж, ребята, этого без меня. Так. Буран в Бийске. К нам обещали 25 метров в секунду. Но не пришло. Почему? Непонятно. Так. Дорогие бесценные книги. Курган. Волгареченск. Идет снег. Ну, хоть снег, а не дождь. Зима так и не наступила. Это где-то примерно Татахстан, да? Минус 24. Постоянно утипели. В общем, дела хреновые, ребята. Можно остаться без урожая. Вот. А главное, что куда дальше-то? Единственное, что я могу вам всем сказать. Я никогда не буду нести моральной ответственности за свои сотни статей, сотни фильмов. Вот. За огромную вот эту работу. Никогда. Потому что невозможно убить дерево, если к нему не подходишь с секатором. Невозможно. Невозможно убить дерево, если почва не перекапывает. Вот. Просто так получилось, что какой-то великой моральный напал на людей, которые из деревьев поняли, что, видимо, долго делали табуретки и подумали, что можно в них гвозди забивать, чтобы деревья плодоносили. Представляете? Гвозди забивать, чтобы деревья плодоносили. Тьфу. Так. Передам по-настоящему как дар. Спасибо. Жидогорск. А, вот сейчас. Ну-ка, это не... Жидогорск сегодня. Сейчас на термометре плюс три. Вот. Это же пятьсот километров на север теплее, чем у меня. Это ужас. А вот. Вот. Тому товарищу Жидогорска мы его письмо все равно будем прорабатывать. Прошу прощения, что это... Я не помню, не помню, но боюсь переврать. Но я к тому говорю, что надо сейчас перестраховываться тем, что не так, как вот у вас там было. Вот давайте ограничимся скромными сортами, этими же железками, которые скромнее. Не. Сейчас надо наглеть, наглеть, наглеть. Так. Кемерово, зима так жива, много снега. Ну, а над зима-то только мороз это не это. Снег есть, это еще не мороз. Так. Днем студенту. У нас осы виноград съедает в середине лета на пчел нападает. Ну, осы пчелами сами разберутся, но они тоже, между прочим, это... Если и Бог сознал, значит так надо. Все. Точка. У нас вебинары про садоводца или про что? Сергей, это вы? Паченко, мой, этот, сам, как сказать, помощник из помощников. Кого вы ополчились? Про ос? Нет. А, студенту поздравляют. Ничего, мы все были студентами. Так. Алтай. Карелия. Так. Ну, вот видите, Невзорово уже со Светланой напрямую общается. Новосибирск, это Вологда. Так. У нас уход за садом заключается в уходе садовника из сада. Это непонятно совсем. Помогите советом. Садится абрикоса три года, будет весной. На месте предпосадочной обрезки на штампе, предпосадочной обрезки на штампе пошел грибок. Как быть? Предпосадочная обрезка. Пошел грибок. Так. Отрезать придется. Ну, грибок пошел не просто так. Кончик начал гнить. Отрежьте. Ну, старайтесь под почку, чтобы сразу пошел побег, чтобы не было этих пенечков. Вот эти пенечки, я, конечно, не готов и не могу вам показать десяток, где кончики гниют. И у меня гниют. Вот. Когда обрезку делаешь, ничего хорошего там нет. Но не сделаешь, верхняя часть все равно будет, допустим, садим, да, без обрезки очень плохо. И с обрезкой тоже плохо. Вопрос только, в каком случае вреда меньше. Я считаю, что когда режем, у нас даже в штампе пошел грибок, может быть, не аккуратно было обрезано. Я ведь даже когда деревья как бы стригу на черенки, я всегда аккуратненько под почечку, чтобы почка развивалась. Не всегда получается. Рядом же мороз с почкой рана, она может и погибнуть, и до следующей почки уже начинается развитие гнили. А где гниль, там и грибок. Как быть? Обрезьте пониже. Вот и все. Так. Куда вы пропали? Ой. Так. Что делать? День-то такой уж у нас этот, такой вечер. Ведь самое интересное, у меня за неделю раза два отключается компьютер. Но как он умудрился именно так надолго, со всеми этими переключениями, со всеми этими неротрепкой. Но как в этот раз, а мне всегда бывает, только на богословскую тему начинаю говорить. Бах, что-то случается. Случайно? Мы будем считать, что совпадение. Я сегодня стал девятый раз дедушкой, Михаил Швинин. Михаил Швинин человек благородный. Девятый раз дедушка еще умудряется это, помогать другим. Вот. Очень сомневаюсь, что он у нас олигарх. Привет, Михаил. Поздравляю от всей души. Мы с вами будем соревноваться. Вот. В этом вопросе. И как я понимаю, у нас столько внуков будет, сколько мы сможем выкормить. Вот это горькие слова мои. С вздохом. Было бы мне еще десять. Я имею ввиду названных внуков. Как их еще назвать-то? В моральном плане. Было бы чем их подкормить. Но звание Солнечный Дед я заработал. Так. Девятый это уже тренд. Очень положительный. Всем бы так. Значит, Сергей тоже поздравляет вас. Вот. Михаил. От всей души поздравляем. Так. Когда начинается все рыть груши. Так. И в принципе, может в этот момент я показывал, может не успел. Как раз вот были перерывы. В общем, за два месяца получается. Вот. Откроешь потом пакет через два месяца. От обычного холодильника, подчеркиваю. Несколько градусов тепла. Одни еще спят, другие уже переросли. Вот. Чем хитрость. Вот. И я никогда к этому не отношусь философски. Каждая семечка имеет свой характер. Эта личность. И каждый срок схожести. Почему? Потому что природа не рассчитывала. Раз. Тысяча семечек упало с дерева и тысячам зашло. Ага. Нет. В раннюю весну одни взойдут, другие не взойдут. В позднюю весну одни взойдут, другие не взойдут. В морозную зиму одни взойдут. А другие померзнут. Опять не все взошли. Мы с помощью искусственной стратификации стараемся получить максимум. Но показывал я вам банку, которая как в телевизоре видно схожесть, не схожесть. Все что мог я вам сообщил. И дальше уже от вас будет зависеть. Кстати, Антон молодец у него. В этом плане у Сафронова хорошая идея. Хорошая, когда это можно все отслеживать. Как это назвать? Реалити-шоу. Есть такое выражение? Реалити-шоу. Так, в прошлом году вам был собран большой урожай сельцевых абрикосов Бродского. Тимоша собирал. Что скажете про вкус? Пойдут и косик нападут. Во-первых, урожай был небольшой. Очень маленький. На одних деревьев висело 100 штук, на других 5 штук. Вот. Где-то, может, 200 штук. Он уже здесь продан. Деньги высланы Бродскому. Вот. Теперь, что касается про вкус плодов. Кисосадки. Так. Это первый урожай. Он ни о чем еще не говорит. И пойдут для косики нападой. Косики нападой пойдут 100%. Это те же манчжурцы. А если точнее говорить, это гибриды с манчжурцами. Вот. Может, там не обязательно один из родителей манчжурец. Но в крови есть манчжурцы, это точно. Это видно по мощному росту. По невероятной морозостойкости. Что будет дальше? А у них обылители есть теперь. То, что вы смотрите. Одно из этих не приходится говорить обтекаемо. Я где-то, я мало что читал. Когда-то в детстве читал. Юный натуралист. Что-то в памяти отложилось. Вот. Когда я начал сам это. Я прекратил полностью. Я не читал ни одного классика. Мне еще говорили. Вот. Нашли чем гордиться. Мне главное было не сбиться с пути. Потому что, да. Кто-то первый проложил лыжню. И по ней идти легко. Но, представляете, всю жизнь по чужой лыжне идти. Сейчас бы нас, меня бы тут не было. Я бы давно убил бы сад. Как убило большинство сайногорцев. Пока не знали это. Все это. Трехомудрии. Вот. У всех сады были. У всех. А как? Пошли калечить. Ой, господи. Я не успел обрезать. Ой, теперь сад погибнет. Вот это я слышал своими глазами. Ушами. Константин. Что делать? Я же обрезку не успел сделать. Уже. Это. Июнь месяц. Уже деревья отсвели. Ой, у меня теперь сада не будет. Ой, у меня ничего не будет. Вот эта дурь. Убита в башку. Так. Вот. И что получается. Значит. Одна из немногих премудрости. Которая не от меня. Что. Как бы там не опылял папа. Это потом. Потом все. Может иметь. Уже расщепление свойств. Пойдет. То мама. То папу. Но на самом то дереве. Вот его опылили. Опылили. Прилетела пчелка. Допустим. Оно 20 грамм плоды должны быть. Или там 30. А пчелка прилетела. И опылился в дерево. Где 100 грамм. Потенциально. А нам все равно в маму. То есть все должно быть в маму. Это я. Такое слышал. От серьезных людей. Это неоспоримо. Вот. Ну. Я рассказывал про. Допустим. Телегонию. Но это отдельный разговор. Телегония. Вот. И не всегда проявляется. И очень плохо проявляется. У семечков. У культуры. Очень трудно проявляется. Вот. И мы еще будем проходить. Но это. Телегония. А. А. Теперь то у вас косточки Бродского. Они не обязательно. Что думать. Такие будут как. Я садил его косточками. Вырастил эти. Могучие деревья. Вот. За 4 года. Косточками. А у вас опять с него косточки. А там. Рядом то. Королевские. Росли. А рядом то. Амуры росли. А рядом росли. Кто. Ну. Пусть он меньше. Фаины. Ждем. Чудо. Вот. Так. Я долго. Нудно объяснял. Так. Насчет барабашки. Не знаю. То. Что это случилось. Самую ту секунду. Когда мы включали. Связь. Меня это поразило. По теории. Ворядности. Не должно было быть так. Хотя. Я всегда этого боюсь. Ну. Думал. На середине. Или за час до этого. Специально компьютер раньше включил. Так. Подскажите. Нужно ли замачивать семечки. Кольской персификации. Я не замачиваю. Почему? Сбивается вся программа. У меня особый случай. С чем он связан. Вот. Представляете. Кто-то как-то хранит. Непонятно. Неизвестно. Даже у меня бывало. Вот. Получие костики. Я их по это. Там. Ухо потрясло. Они стучат. Правда. Я сколько-то раз у себя. Ни разу не стучал. Но я верил. Человеку стучали. То есть. Очень мало влаги внутри. Подсохло. Внутри даже. Вот. А мне же особый случай. Почему? И кто видел мои фильмы. Идет непрерывная цепочка. Вначале. Сбор. Упавших. Подгнивших. Никакой. С дерева. Ни одного. Не снимал. И не это самое. Проклиная себя. Что у меня единство фотографий из тысяч. Где. С дерева снимаю. Это телевидение меня заставило. До сих пор себя простить не могу. Так вот. Сразу. После этого. В течение двух-трех дней. Выковыриваются. Обмываются. Подсушиваются. Два-три дня. И. В холодильник. Уже. Банки запечатаны. То есть. Полностью герметичные. Уже. Поэтому. Я не делаю. Это уже. Раз. А второе. Чтобы не. Его. Как называется. Не. Это. Не спровоцировать ранние всхожести. Ведь. Я же вам обещал. Два-три месяца. А на вас. Через месяц. Бах. Запросто. И в марте может быть. И в феврале. И не только в мае. Апреле. Поэтому. Я не. Это не делаю. Потому что. У меня особые семечки. Особые косточки. Они. Нормально. Напитанные. Влагой. Повторяю. Снял. Два-три дня. Подсушил. Эта влага. Они же. У них. Такая оболочка. Что их. Не так просто. Эту оболочку. Промочить. Вот. Если коротко. А кто-то откуда-то. Получил. Он может. И не дождется всходов. Если не замочит. Это уже. Не ко мне. Вот. Так. Расскажите. Опыт. Отпугивания. С мышами. Элементарно. Сан-Берем. Станция. Килограмма травмного зерна. По бутылкам. И раскладываются. Так. Кругом. Соседи. Такие. Что кругом. Бурьян. Соседи. Оттуда. Когда-то. У меня. У меня. Мыши съели. 400 груш. 400 груш. Из них. 200 привитых. 200 непривитых. Причем. Это был единственный год. Когда снега было. Чуть ли не по пояс. Именно. В этот год. Мыши знали. Размножились. Они полностью. Безопасность. Чувствуют. Так. И. Как. Они забирались. На верхушке. Я сейчас. Не знаю. Я. Не могу все знать. На верхушке. Но. Кора была снята. С метровых саженцев. С метровых. Подчеркиваю. До самого верху. Они все. Были. Белые. Вот так. 400 груш. С тех пор. Я. Стараюсь. Не расслабляться. Ну. А взрослый сад. Там. Никак. Не боремся. Они. Сами. По себе. Ну. А. Зайцами. У меня. Получилось. Вопрос. Задали. Извините. Я. Приехал. С Норильска. Вот. А. Были. Такие. Времена. Как сказать. Вот. В саду. Ну. А. Через. Эти. Видели. Старые. Снимки. Зайцы. И. Жрали. Мои саженцы. Я. Помню. Поставил. Пять. Петель. Четыре. Попали. Зайцы. Они. Бегали. Тогда. По деревне. Прямо. У них. Тропа была. Через. Через. Деревню. Вдоль. Дороги. Нина. Один. Нина. Вдох. Зай. На. Зай. Не. Я. Зай. Зай. Пастя. Так, растёт войлочная вишня Даманка-Бродского, и ваша универсальная. Пока не плодносится, но ваш лист два раза крупнее. Вишня крупноплодность также определяется по размеру листа. Так, придётся мне надо обратить внимание. Не знаю. Да, я встречал совершенно одичавшую, прям в лесу, волочную вишню. Птицы заносили. А у меня растёт, будем назвать его, культурный. Не обращал внимания. Редкий случай, я не знаю, что сказать. Не знаю. Если от этого культурность или некультурность, крупноплодность определяется, не знаю. Один случай или два из ста, когда я не знаю, что ответить. От зайцев клок шерсти сторожевой на каждый саженец. Ну что, неплохой совет от Виноградова. Клок шерсти сторожевой собаки. Заблудшую посылку получил. Чайки сливы, абрикосы, Серафим Левицкий, Бродского и Персик. Заблудшая, так. А, ну что, отлично, что получили. Я рад. Я думаю, вишни по почкам, чем больше, тем крупнее моё мнение. По-прежнему скажу, что я не знаю. Персик Хасанский полностью в плодовых почках. Что делать? Ой, Вауни. Ничего! Пусть я повторюсь. В одном из вебинаров я говорил. Но раз вы задали вопрос, и вы вроде сторожил вебинаров, вынужден сказать. Когда-то я новичок, а учить было некому, значит, делал так. Сейчас вспомню начало. Что было в начале? В общем, статья была в одном крупном, тогда мелких не было, этих газет, журналах, крупном журнале, где было сказано. Вопрос задавался не мне, а специалисту. Специалист ответил. Плодовые почки отламывать. Вот. Пришла моя пора поливать. А этот журнал появился и занял лидерство в 83-м году. Первые журналы появились. Ну, те, что я читал. В 83-м году. А я купил участок в 84-м. Первые посадки в 85-м сделал. И вот, значит... А, в 86-м я уже привал. И вот, значит, я прекрасно помню про облом. И, значит, подружился я к тому времени, печатался в этом же журнале сам. Единственный человек, которого я называл учителем, это Чернышов, ныне покойный, Валерий Петрович. Я написал ему письмо. Тогда была переписка. Его телефон был под его статьями в представительном хозяйстве. И вот, значит, он мне ответил. Не надо обламывать. Аккуратно срезайте бритвы. Это я запомнил. Такие вещи я никогда не забываю. Я решил не трогать вообще. Ну, и дальше что было? За всю мою жизнь несколько плодов. Прямо на прививках. То есть, прививаешь, тут же цветет. И уже через месяц смотришь, растет, растет. Наливается плод. Это при том, что сальность все равно остается сальницами. Неплохо растет. А остальное, все эти сотни тысячи, а за все годы десятки сотни тысяч почек, которые попадали в виде... А это обязательно были абрикосы, сливы. Нет, часто сливы. Все абрикосы были с плодовыми почками у меня на прививку. Почему они раны плодоносятся, вот, в том числе и поэтому. Значит, часто на вишнях черешнях. Короче, я их не трогал. Вот. Тем более, бывало, что и не отличишь. И получалось так. Как получалось. То есть, проходит время, и эти цветочные почки, плодовые почки, они просто отсыхают и отваливаются сами. Но когда они отваливаются сами, нет раны. Нету. Вот это очень важно. Значит, я не послушался ни совета своего старшего товарища Чернышева, и не послушался того авторитета, который сказал, просто обламывайте. Вот. Ничего живого ломать не надо. Приходит пора, отваливаются. И вам советую. Так. Переписка нас не касается. Так. Ваш персик. Задус Касанский. У персика в крыше теплицы. Три с половиной метра. Как его представлять? Смотри. Я откуда знаю. Что это делать-то? Ой, Эдуард. Вот голодная боль. Я сам в этом году первое, в этом, в 2019-м первое посадил теплицу. Что бы делать? У меня и тот почти уперся за год. Там тепло растет по-сумасшедшему. Это за два года. Конечно, упрется. Три с половиной метра. Так. Ну, смех смехом. Что делать-то теперь? Ну, ты, дальше-то его расти некуда. Я не знаю. Вы понимаете, я могу несколько советов дать, но они все будут неполноценными. Обрезать плохо, не обрезать плохо. Вот. Гнуть. Там, в теплице некуда ее гнуть. Вот. Сделать дырку в крыше. Ну, давайте вариант такой. Как компромисс. Делайте в теплице дырку. Ну, небольшую. Что бы она, тепличные свойства сохранились. Ветра меньше, теплее. Какие-то фортики там есть. Открывать-закрывать. Как мы с Сергеем делаем, то откроем, то закроем. Вот. Вернее, хотели так делать, но у нас морозов так не наступили. Вот. А у вас только дырка, и пусть дальше растет так. Назовем то, что ниже тепличную часть, а то, что пойдет выше расти. Даже если и замерзнет, то ничего страшного. Весь не замерзнет. В общем, дальше делать, что хотите. Так. Опылять не надо. Он сам себя опылит. Вот. Я не говорю, что само опыление это хорошо. Это плохо. Вот. Какой-то степени деградация. Поэтому и... Так. Ну, это я не хочу в опасную тему начинать. В общем, ничего страшного не случилось. Обрать с абрикосов пыльцу, это бесполезно. Нет, если вы крутейший окажетесь, крутейшим этим, вы можете и с сливой попробовать, и абрикосом получить. Персиковую сливу, сливовый персик, как угодно получить. Мичурин же получил персиковую сливу. Пожалуйста. Ну, кто бы спорил. Вот. Но это вопрос же не ко мне. Хотите, берите этот вопрос к самому себе. Вот. Насчет пчел. Правильно, Алексей Виноградов. Пчел бы не помешали. Значит, так как пчел нет. А они же все равно помогают самого себя опылить. Между песиками и тычинками хоть несколько, даже самоплодных, хоть несколько миллиметров, но есть. И пчелы, они само собой помогут опылить. Может и кисточка помочь. Когда не с абрикоса вы будете брать, не со сливой пыльцу, а самого себя. Пожалуйста, попробуйте. Шансов будет больше. Ну, действительно, в теплице тишина. Есть еще понятие ветровое опыление. Ну, допустим, если вот как у нас. У нас, знаете, пусть там досталась теплица вместе с купленным участком, а использовал человек конные рамы вместе. И там оказалось столько этих самых портящих, что за муси открывать, закрывать. Так.